Приветствую, уважаемые трейдеры. С вами я, Мария Кухтая. Вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. Ребят, я напомню о том, что данное видео выходит как для моего YouTube-канала, так и для YouTube-канала компании Markets. На моем YouTube-канале Мария Кухта Трейдеры это видео выйдет сегодня, в воскресенье, 4 июня. И для YouTube-канала компании Markets видео будет продублировано завтра, в понедельник, 5 июня. Так, ребят, я немножечко оболела, поэтому чуть-чуть выпала из рабочего процесса, но уже себя чувствую гораздо лучше, поэтому продолжаю работать, продолжаю анализировать для вас рынок. Более того, хочу анонсировать, что впредь буду делать обзоры почаще, то есть 2-3 раза в неделю будут выходить обзоры с анализом рынка. Я напомню, что я анализирую как валютный рынок, так и криптовалютный рынок, фондовый рынок, фондовые индексы, металлы, товарно-серийный рынок. Все рынки анализирую. Если у вас есть вопросы по инструментам, задавайте в комментариях, обязательно отвечу на своих следующих обзорах. То есть, в принципе, уже такой формат, формат анализа рынка, который я использовала ранее, в основном раз в неделю, сейчас будет выходить несколько раз в неделю. Поэтому, ребят, подписывайтесь на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер». Если вы еще не подписались, для того, чтобы всегда быть в курсе свежих апдейтов, свежих апдейтов по основным финансовым инструментам, а также, как я уже сказала, если у вас есть вопросы по рынкам, если у вас есть вопросы по тем инструментам, которые вы торгуете, обязательно пишите стикеры в комментариях, и на следующих обзорах буду разбираться, буду говорить свое мнение об этих инструментах. Ну что ж, мы с вами сегодня пройдемся по рынку металлов, а именно посмотрим золото. Также посмотрим валютный рынок, есть интересные моменты по валютному рынку, и посмотрим еще из фондового рынка одну акцию, перспективная акция, которая, в принципе, имеет неплохие шансы для среднесрочной торговли, да и, в принципе, для инвестирования. Поэтому давайте все по порядку и начнем с золота. Так, золото, ребят, по золоту, прошу обратить внимание на сопротивление в районе 19.85, откатная зона сопротивления, на которую у нас произошла реакция в пятницу на прошлой торговой неделе 2 июня. Закрытие пятничной дневочки, в принципе, подтвердил шартовое направление по золоту. Я напомню, что я еще ранее публично вам рекомендовала шарчить золото. То есть золото себя здесь от хорошей торговой формации локально уже неплохо отработало. Кому интересно, посмотрите мои предыдущие обзоры. Обзоры есть как на моем YouTube-канале Мария Кухтотрейдер, так и на YouTube-канале компании Markets. Если еще не смотрели, можете все посмотреть. Но если анализировать текущую картинку по данному металлу, что могу сказать? Ребят, ну, в принципе, золото в шартовом тренде. Шартовый тренд, который у нас образовался с начала месяца мая, то есть 5 мая мы увидели такой заходной шартовый импульс, после чего снижение, локальное снижение, краткосрочное снижение по золоту. И оно, в принципе, продолжается и сейчас. То есть закрытие дневки пятницы на прошлой торговой неделе подтвердило дальние шарты по золоту. Поэтому если вы в шартах можете удерживать еще продажи, потому что краткосрочно золото дальше смотрится в шорт. Но хочу отметить два момента. Первый момент – это то, что мы сейчас находимся выше трендовой линии, поджаться наверх. Эта трендовая линия, в принципе, ситуацию не меняет, но мы с вами должны обращать внимание на эту трендовую линию. Почему? Потому что если будет еще одна реакция от нее наверх, то есть если будет еще один отбой наверх вот этой ценовой зоны, в таком случае можно уже будет предполагать слонговые перекрытия по золоту и дальнейшие среднесрочные покупки. Но пока этого не произошло, пока в силе имбульсное закрытие пятничной дневочки, то есть шартовый пролив вниз, который, в принципе, перекрыл локальную коррекцию и который задал дальнейший шартовый тон по данному металлу. Но, как я уже сказала, обращаем внимание на эту ценовую зону. Ценовая зона поджается наверх на дневном таймфрейме. В любом случае, если будут какие-то интересные апдейты по золоту и, в принципе, по другим инструментам, обязательно озвучу на следующем своем обзоре. Следующий обзор ждите во вторник-среду на этой торговой неделе. Если будут какие-то апдейты, обязательно все это, обо всем этом проинформирую вас. Также второй момент по золоту, на который хочу обратить внимание. Смотрите, если открывать шарты, если открывать шарты по данному металлу, мы должны четко понимать, что у нас есть свежее перекрытие, которое произошло 2 июня, то есть шартовый импульс. В рамках этого импульса золото еще может донабирать торговую позицию. Что это значит? И это значит, что если и рассматривать дальнейший шорт, да, ну, краткосрочный шорт можно сейчас видеть в продолжении шартовой тенденции, как я уже сказала, которая у нас образовалась за последние уже больше месяца, ну, в принципе, торговый месяц мы снижаемся, то если продолжать работать на продажу, мы должны четко понимать, что золото, не обязательно секущих, может уходить на продажу. Это может быть еще небольшой донабор торговой позиции в рамках этого снижения. Какая будет, значит, перспектива этого донабора торговой позиции, сказать очень сложно. Почему? Потому что это может быть как одна откатная дневочка, это может быть две откатные дневочки, это может быть глубокий набор позиций, это может быть консолидация на минимуме шартового импульса и дальнейшее снижение. Но в любом случае, если вы будете открывать шарты, вы должны отыскать точку входа на продажу по данному металлу, если вы ищете свежие торговые идеи по данному инструменту, либо же, если вы удерживаете шарты, которые открывали ранее, в том числе и по моим публичным торговым прогнозам, я еще раз напомню, что вот здесь от хорошей шартовой формации, самодостаточной контртрендовой шартовой формации, я вам рекомендовала открывать продажи по золоту. Поэтому если удерживать шарты среднесрочно, можете это делать, потому что золото дальше продолжает смотреться в сторону краткосрочной шартовой тенденции с целью на пробитие минимумов, которые мы с вами видели в прошлом месяце, месяце мая. Так, ребят, это был анализ по золоту, давайте теперь перейдем к валютному рынку. Ну, интересные моменты по валютному рынку у нас образовались, и начнем с дикси. Индекс доллара. Шикарный рост, ребят, ну на самом деле замечательный рост по дикси. Я спрогнозировала публично, как у себя в открытом телеграм-канале Марии Кухтотрейдер. Кстати, если вы еще не подписались, подписывайтесь в телеграме Марии Кухтотрейдер, мой открытый телеграм-канал, также будут торговые идеи от меня, если будут хорошие какие-то моменты, буду обязательно об этом информировать своих подписчиков, это первое. Второе. В публичных своих обзорах разворот по дикси я прогнозировала не постфактум. Посмотрите, здесь была хорошая ланговая контртрендовая комбинация, комбинация, которая набиралась до фактически три торговых недели и замечательная отработка, среднесрочная уже можно сказать, отработка по индексу доллара у нас произошла. Контртрендовый рост, закономерный рост мы с вами увидели. Начиная с середины мая, 11 мая пошел первый заходной ланговый импульс и заканчивая, да в принципе вот сейчас у нас продолжается консолидация для дальнейшего роста, заканчивая текущей картины, да, у нас с дикси продолжает смотреться на рост в сторону локальной восходящей ланговой тенденции, которая уже присутствует фактически один торговый месяц по индексу доллара и которая продолжает себя подтверждать в виде локальных ланговых форматов. Текущая картина, ребята, не исключение. Почему? Потому что даже локальная попытка уйти вниз, локальная попытка, которая, значит, произошла в начале текущего месяца, месяца июня, 1 июня у нас прошел такой шартовый импульс, да, по индексу доллара. Эта попытка была перекрыта последующей ланговой дневочкой. Закрытие дневочки 2 июня, пятницу на прошлой торговой неделе показало перекрытие ланговой, перекрытие в сторону тренда, в сторону локальной тенденции, которая, как я уже сказала, образовалась у нас за последний торговый месяц по данному инструменту, что это значит для нас? Это значит, что индекс доллара продолжает смотреться на покупку. Индекс доллара продолжает быть в ланговом тренде. И сейчас наша задача отыскать хорошие, понятные точки входа для того, чтобы дальше работать в лонг по индексу доллара. Но отмечу, что сейчас точки входа у нас нет. То есть нам нужна еще хотя бы одна дневочка, которая бы подтвердила это перекрытие. Мои ученики знают, что это такое, ребят. Что значит подтверждение перекрытия, каким образом его можно подтверждать, как это все можно использовать в своей торговле. Но тем не менее, одна дневка, которая подтверждает это перекрытие, либо в моменте на часовом таймфрейме мы можем тоже с вами увидеть подтверждение перекрытия, но это уже другая история. Тоже интересный момент. Завтра буду смотреть на часовиках. Но тем не менее, перекрытие есть, формация есть, подтверждение лонгов есть. И это значит, что индекс доллара у нас нацелен на дальнейший рост. В сторону этой лонговой тенденции продолжаю работать на покупку по дикси в закрытом канале, продолжаю удерживать оставшуюся часть позиции на покупку, потому что индекс доллара у нас дальше смотрится в рост. С целью на пробитие максимумов месяца, предыдущего месяца мая и выше. То есть пока сказать, куда дальше вырастим, очень сложно, потому что мы в тренде, мы можем вырасти как дальше среднесрочно, так и какие-то еще делать, либо до набора торговых позиций с глубокими коррекциями, либо делать шортовые перекрытия и дальше уходить в шорт, в сторону основной шортовой тенденции, которая у нас, в принципе, присутствует по данному инструменту среднесрочная. Поэтому все эти моменты вы должны учитывать, если торгуете данный инструмент, и если вы еще ранее покупали по моей торговой рекомендации публичной, еще раз напомню, что здесь вот лонговая паттерна лонгового, контур-трендового паттерна, я вам рекомендовала открывать лонги, если вы удерживаете покупки, можете это делать, но обязательно частично фиксируйтесь, потому что это рынок, ребят, рынок уже себя шикарно отработал по индексу доллара на покупку. Несмотря на то, что он дальше смотрится в лонг, вы должны забирать с рынка часть прибыли, что, в принципе, сейчас можно и сделать, потому что индекс доллара сейчас замечательно отработал покупки. Если вы торговали по моей торговой рекомендации, можете фиксировать хотя бы 50, а можете 70% позиций фиксировать. Оставшуюся часть позиций стоп-лосс перевозить без убыток и удерживать, потому что индекс доллара у нас продолжает смотреться в сторону тренда, локального тренда с целью на обновление максимумов предыдущего месяца и выше. Евро, евро-доллар, давайте посмотрим. Ребят, евро-доллар у нас нарисовал шортовую тенденцию, да и, в принципе, подтверждал эту шортовую тенденцию весь прошлый месяц. Месяц май падение по евро. Но хочу отметить, что это локальная тенденция. То есть, если посмотреть в более обширном формате на данную валютную пару, мы с вами увидим, что все-таки тренд у нас ланговый. Поэтому, что мы сейчас делаем? Посмотрите, сейчас евро, если анализировать текущую картинку, евро у нас смотрится в шорт. Что это значит? То есть, пока актуальна та тенденция, которая сейчас в приоритете. А в приоритете это шортовая локальная тенденция, шортовый локальный тренд, который имеет место уже больше месяца по евро. Значит, в приоритете этот тренд. Но не исключаю вариант перекрытия лангового в сторону основной среднесрочной ланговой тенденции. И в таком случае дальше будем работать на покупку. Поэтому осторожно, евро-доллар, продолжаем шортить. Если говорить о ценовых зонах, то актуальных ценовых зонах, прошу обратить внимание, на откатную зону сопротивления 1.0770, это максимум текущего месяца, по факту максимум 1 июня. Смотрите, это откатная дневочка. И, в принципе, у нас уже с начала июня была попытка нарисовать ланговое перекрытие по евро-доллару. Но нет, это перекрытие пока не подтверждено. То есть сейчас мы можем сказать, что это была коррекция. Коррекция на шортовом тренде. Шортовом тренде, который, как я уже сказала, по евро-доллару присутствует за последний торговый месяц, май, коррекция, которую мы перекрыли в сторону этого шортового тренда. С закрытия пятничной дневочки 2 июня нарисовала шортовые перекрытия локально по евро-доллару. Это значит, что евро дальше нацелено на новые минимумы локальные. Поэтому евро-доллар, работаем на продажу от сопротивления 1.0770, с целью на пробитие минимумов месяца предыдущего и ниже. То же самое, что и по золоту, ребят. Либо с текущих, либо будет еще до набора торговой позиции в рамках шортового перекрытия. Это вы должны понимать. То есть четкий сценарий для себя, который вы должны прописать уже наперед, прежде чем вы будете открывать сделку. Для чего? Для того, чтобы вы понимали, когда у вас произойдет отмена шортового сценария. Что такое отмена шортового сценария? Каким образом она происходит? Каким образом перекрытия влияют на определение, направление на определение точек входа по инструменту? Все это я рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Если интересно, записывайтесь. Я провожу индивидуальные курсы обучения. Ребята, все мои контакты есть под видео. Кому интересно, пишите мне в личку. Итак, евро-доллар проанализировали. То есть направление у нас шортовое, точки входа ищем. Может быть, шорт как с текущих, так и в рамках еще до набора торговой позиции. Вот в этом шортовом перекрытии, которое произошло 2 июня. Так. Доллар-франк. Давайте посмотрим. Доллар-франк в лонговой тенденции. Шикарный лунг. Шикарный лунг, ребят. На самом деле, контртрендовая формация тоже здесь была. Я в закрытом канале рекомендовала еще покупать здесь доллар-франк. Но зафиксировала оставшуюся часть позиции на сопротивление в районе 0,9050. То есть здесь мы немножечко удерживали сопротивление. Думала, что уйдем на более глубокую коррекцию. Но нет. Мы не ушли на глубокую коррекцию по доллар-франку. Мы удержали откатную зону поддержки 0,9035. И эта зона остается актуальной и сейчас. И от этой зоны я вам предлагаю дальше работать в лонг по доллар-франку. Очень интересная картинка. Есть локальный защищенный тренд. То есть локальная защита у нас присутствует. Есть лонговый импульс, который произошел 23-24 мая. Это потенциально защитное лонговое движение, которое подтверждено последующей правильной комбинацией. Есть хорошая консолидация. Есть уже локальная отработка лонгов. Но тем не менее, несмотря на то, что локально мы себя уже раз отрабатывали, еще раз ушли на донобор торговой позиции. То есть еще раз мы увидели откатную дневочку по доллар-франку 1 июня. То есть попытка уйти вниз, попытка совершить какую-то более глубокую коррекцию по отношению к этому тренду. Но эта попытка завершилась неудачей. Почему? Потому что у нас образовалось лонговое импульсное перекрытие в сторону лонгового тренда. Что это значит? Это значит, что доллар-франк в тренде. Доллар-франк показывает и сигнализирует о том, что дальше готов расти. Поэтому работаем в лонг по доллар-франку от откатной поддержки 0.9035 с целью на пробитие максимумов предыдущего месяца в районе 0.9150 и выше. Ребята, фунт-доллар. Давайте посмотрим с валютного рынка. Ну, фунт, на самом деле, во-первых, у нас ушел на более глубокую коррекцию по сравнению с другими инструментами валютного рынка. То есть у нас, в принципе, фунт-доллар уже начиная с 26 мая показал такой довольно уверенный, довольно импульсный коррекционный рост. Сначала у меня даже были сомнения. То есть что это у нас? Это коррекционный рост в рамках шартовой локальной тенденции, которая образовалась с середины мая. Либо же это уже у нас получается потенциально защитное заходное лонговое движение, которое нужно подтверждать для того, чтобы можно было дальше работать в лонг по фунту. Но сейчас принципиальный момент, на что я хочу обратить внимание, это закрытие пятничной дневочки. Дневочки 2 июня, ребят. Скорее всего, это было у нас шартовое перекрытие в сторону давления вниз текущего. То есть что это значит? Это значит, что движение наверх, это была коррекция, которую мы перекрыли, но желательно еще, конечно, это перекрытие подтвердить. То есть не только перекрываем коррекцию, но еще и подтверждаем. Это очень важный момент, поэтому пока я не буду советовать своим подписчикам шарсить фунт, пока я буду искать точку входа, направление фунт-доллар, скорее всего, показывает шартовое. В любом случае, есть у нас реакция на откатную зону сопротивления 1,2535, максимум отката, максимум лонговой коррекции, которую мы, как я уже сказала, скорее всего, перекрыли. Если это так, фунт дальше будет снижаться. Ищем точки входа. Но если сравнить с другими инструментами, то есть если сравнить с доллар-франком, к примеру, то фунт-доллар сейчас находится в движении. Здесь ситуация чуть-чуть посложнее. Если рынок не в консолидации, а в движении, его очень сложно торговать. Потому что, на самом деле, если рынок в консолидации, он этим самым, во-первых, набирает позицию, а во-вторых, показывает четкую ценовую зону, от которой можно работать либо на покупку, либо на продажу, на которую происходит у нас реакция на графике, и уже от которой мы можем отталкиваться, если выставляем стоп. То есть правильный стоп мы уже смотрим по консолидации, куда нужно поставить, либо за какую-то защиту локальную, либо за какой-то вынос и так дальше. То есть эти моменты нам позволяют, в принципе, увидеть консолидацию. Чего сейчас нет по фунту? Чем сложна ситуация по фунту? Тем, что мы сейчас в движении. То есть в движении фунт. Сложноватая ситуация тем, что нет набора, нет консолидации, нет четкого уровня подтвержденного. Есть реакция на сопротивление 1.25-1.35, но хотелось бы увидеть еще какую-то хотя бы локальную формацию. Поэтому по фунту мой совет подождать еще закрытие дневочек понедельника. Если будет интересный момент, я буду давать торговые сигналы в закрытом канале ВИП Мария Кухта. Также буду делать апдейты, во-первых, в своем открытом телеграм-канале Мария Кухта Трейдер, а также буду делать апдейты в своих следующих обзорах. Ребята, как я уже сказала, анонсировала сегодня сначала, в начале, вернее, текущего обзора, что я теперь буду регулярно делать обзоры рынков, анализ основных финансовых инструментов. И следующее видео ждите во вторник, в среду, на этой торговой неделе. Так, фунт-доллар. Если будет уходить в шорт, то, в принципе, мы имеем все шансы для того, чтобы обновить минимумы снижения, которые у нас были локальные, это в районе 1.23.20. Если будет хорошая картинка, будем шортить. Альтернатива по фунту – это перекрываем вот это движение шортовое. Если мы его перекроем, в таком случае оно уже теряет свою актуальность. Ну, на самом деле, здесь ситуация интересная тем, что есть неплохие шансы для того, чтобы торговать фунт-доллар. И интересно тем, что можно, в принципе, пробовать работать в шорт, но, как я уже сказала, не с текущих, а подождав хорошую шортовую подтвержденную формацию. То есть, что сейчас нужно ждать? Нужно ждать подтверждения перекрытия. В любом случае, на следующем обзоре обязательно озвучу свое мнение. То есть, если что-то изменится по фунту, либо подтверждятся шорты, обязательно вы узнаете это на моем следующем обзоре. Ну что ж, ребят, это был анализ валютного рынка. Также сделала анализ золота. И давайте еще сегодня... Смотрите, крипторынок пока не трогаем. По крипте мне нужно еще подождать хотя бы день-два для того, чтобы подтвердились мои, скажем, мое видение по крипторынку. Мне нужно еще немножечко информации увидеть. Но хотела бы обратить ваше внимание из фондового рынка на акцию Coinbase Global, которая торгуется на биржу NASDAQ. Ребят, ну вот эта акция, эта акция, в принципе, неплохой вариант для среднесрочного трейдинга. Кто торгует фондовый рынок, обратите внимание, значит, обратите внимание на эту акцию. Обратите внимание на такую длительную комбинацию, которая у нас здесь нарисовалась и образовалась за последние, посмотрите, сколько торговых месяцев. Начиная с января месяца, тут фактически уже полгода. Полгода у нас происходит лонговая формация, ребят. Очень сильная лонговая формация, которая в себе имеет несколько подтвержденных локальных лонговых формаций. Одна из которых – это свежая лонговая формация, посмотрите, которая образовалась с начала месяца мая, то есть 4 мая этим ГЕПом. У нас, значит, такой локальный рост пошел. Дальше подтверждение этого роста в виде правильной комбинации удержания откатной зоны поддержки 57,1. И последующие перекрытия лонговые, это значит, что у нас сейчас образовалась уже замечательная картинка для того, чтобы открывать покупки. Вот мы работаем в лонг по Coinbase Global, открываем лонги, выше откатной зоны поддержки 57. Да, в принципе, можно о текущих открывать, если торгуете фондовый рынок. Значит, цели для роста, ну, я думаю, что сопротивление локальное. 72,2 мы будем пробивать, очень легко пробьем. Следующая цель для роста – 85. 85. Ценовая зона – это максимумы потенциально-защитного лонгового движения, которое у нас образовалось с начала месяца января и до, это фактически начало месяца февраля, месяц роста, месяц потенциально-защитного лонгового движения, которое подтверждено, как я уже сказала, в виде правильной комбинации, правильной комбинации, которая в себя включает еще несколько дополнительных лонговых формаций, подтверждающих, да, которые усиливают перспективу роста. Поэтому это очень интересный вариант как для среднесрочной торговли, так и, в принципе, для инвестирования. Почему? Потому что если мы посмотрим в более глобальном формате на данную акцию, то есть если мы прорвемся в уж сопротивление 85, следующий цель для роста – это 114-115 ценовая зона. Ребята, очень хорошее накопление позиций. Как я уже сказала, полгода мы здесь набираем торговую позицию. Накопление позиций сигнализирует о том, что есть бензин для движения, есть хорошая перспектива для импульсного выброса. В консолидации, как я уже неоднократно говорила, у нас инструмент набирает позицию, набирает силу для рывка, в данном случае наверх. Поэтому ожидаю хорошее ралли по этой акции ConBase Global. И если интересно, можете открывать среднесрочные лонги. Ну что ж, ребята, у меня на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Я жду от вас в комментариях тикеры тех инструментов, которые вы бы хотели, чтобы я рассмотрела на следующем своем обзоре. Напомню, что начиная с сегодняшнего дня мои видеообзоры будут выходить чаще. То есть это будет 2-3 раза в неделю. Возможно, еще чаще сделаю потом обзоры рынка для вас. То есть для того, чтобы вы могли использовать мои рекомендации в своей торговле, для того, чтобы вы могли использовать не только при открытии сделок, но и в сопровождении торговых позиций. Если у вас есть какие-то открытые сделочки уже на момент текущий, вы можете использовать мои обзоры для своего анализа, для своего сопровождения вашей сделочки, в принципе, для трейдинга, для вашей торговли, для открытия свежих торговых позиций. Если будут хорошие идеи, буду об этом говорить. Если нет, буду говорить просто направление по инструменту сопротивления, поддержка. То есть моменты, на которые стоит обратить внимание, моменты, на которые стоит учесть в анализе и в торговле. То есть все это для вас буду делать несколько раз в неделю. Поэтому, ребят, подписывайтесь на мой YouTube-канал «Мария Курта Трейдер». Здесь обязательно буду выкладывать эти свои видеообзоры. Также буду дублировать видеообзоры в моем открытом телеграм-канале «Мария Курта Трейдер». Подписывайтесь, если вы еще не подписались. Если интересуют торговые сигналы, есть закрытый телеграм-канал «Мария Курта». Пишите мне в личку, кому интересно. А также напомню, что я провожу индивидуальные курсы обучения, ребят, по своей авторской торговой стратегии «Защитный трейдинг». Кому интересно, тоже пишите в личку. А по поводу обучения, все подробности курсов обучения отправлю в индивидуальном уже порядке, то есть вам в личку. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Благодарна за ваши комментарии и отзывы предыдущие. Надеюсь на ваш свежий фидбэк, надеюсь на ваши свежие реакции. Всем хорошего дня, прибыльной торговли и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова